В центре внимания, конечно же, коллекция одежды от начинающих культур. В конкурсе пять номинаций. Повседневная мода, детская, авангардная, этностиль и авторская мода. Оценивала работы компетентная жюри. О своих предпочтениях говорила и публика, что выражалось в громкости аплодисментов. Конкурс предоставил отличный шанс молодым дизайнерам заявить о себе, показать свои возможности и посмотреть на других, обменяться опытом. На неделе во дворце Румянцевых и Паскевича открыли выставку керамики Николая Пушкаря. Назвали экспозицию «Когда глина поет и смеется». Убедиться, что в этих фигурках живет душа, может любой посетитель. Рыбаки, лирники, сваты. Все с характерами, своими историями и судьбами, что читается в каждой детали. А между тем, все работы выполнены из таракоты. Кажется, Николаю Пушкарю удалось оживить глину. Здесь же, но несколькими этажами ниже, представили экспозицию с интригующим названием «Во всем виновата время» – «Эволюция простых вещей». Трудно поверить, что когда-то не было утюга, испечек, электрического чайника и расчески. Все эти предметы прошли долгий путь видоизменения, чтобы попасть к нам в том варианте, который мы знаем. Про этот эволюционный путь и рассказывает выставка. А далее анонс культурных событий недели предстоящей. С 1 июня в Гомельском городском центре культуры состоится вечер необычного театра. Организаторы представят арт-пространство, в котором объединят сразу три творческие стихи – хореографию, этновокал и электронную музыку. А 6 июня гомельчан и гости города на свой концерт приглашает народная артистка Беларуси Галина Павлинок. Место встречи – Дом культуры железнодорожников, начало 18.30. В этот же день в картинной галерее Гаврила Ващенко презентуют фотовыставку Станислава Янчарского. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Андрей Иванов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова